Друзья, всем привет! Мы с вами на детском канале Дарвинского музея. Я, как обычно, отвечаю на ваши вопросы. И сегодня мы продолжим, как написал наш подписчик, их телепроизводственную тему. У нас уже была рыба-пила, была рыба-молот, ну а сегодня мы с вами поговорим о рыбе-меч. Рыба-меч, рыба-топор, рыба-топор. Это действительно удивительное животное, у него множество всяких уникальных свойств. Меч-рыба – это вид лучеперых рыб, единственный представитель семейства меч-рылых. Но слово рыло, почему-то являющееся ругательным в нашем обиходном языке, оно для ученых достаточно такое часто употребляемое. Ничего, наверное, в этом такого ругательного нет. Надо сказать, что эти рыбы похожи чем-то на марлинов, но они относятся к разным семействам. То есть сказать, что они уж в очень близком расцвете нельзя, но у них есть нечто общее. И те, и другие рыбы очень такие быстрые, довольно крупные. Они серьезные хищники, стремительные охотники, которые успешно могут охотиться на самую разнообразную добычу. Самая большая рыба-меч, которая была поймана, имела размером больше 4,5 метров и весила 650 килограмм. То есть рыбы такие немаленькие. И вот сегодня я хочу вам представить 10 интересных фактов об этой рыбе. А вы в своих комментариях, пожалуйста, напишите, какой из фактов показался вам наиболее интересным, может быть, больше всего вас удивил. Итак, первое, это рострум. Рыба ведь не случайно называется рыба-меч, потому что действительно ее голова увенчана мечевидным рострумом. И даже само название рыбы, ее латинское научное название, если перевести на русский язык, то оба слова и название рода и название вида переводится как меч. Называется рыба Ксифиас гладиус. Ксифиас – это меч на древнегреческом. Гладиус – это такой короткий, обоюдоострый древнеримский меч, то есть это перевод с латыни. То есть можно сказать, что Карл Линей, отец современной систематики, назвал эту рыбу меч-меч. И действительно, рострум в виде меча бырастает довольно большого размера, и взрослой рыбой он может составлять примерно треть от длины всего тела. Как этот меч используется? Можно сказать, что он используется и по прямому назначению, то есть при помощи этого меча рыба может свою добычу поражать. И часто в желудках меч-рыб находят рыб или головоногих моллюсков, которые просто разрублены на части вот таким вот мечом. Но помимо этого меч играет и другую, не менее важную роль. Дело в том, что рыба может двигаться с очень большой скоростью, и как раз, чтобы достигнуть такую большую скорость, нужно как можно меньше сопротивления воды. И вот этот удлинённый рострум, он помогает рыбе преодолевать сопротивление воды, придаёт ей хорошие очень гидродинамические качества, и даже считается, что он создаёт эффект кавитации при быстром движении. Кавитация это ещё по-другому называют быстрое вскипание, когда в воде появляется множество-множество пузырьков, и они уменьшают соответственно силу трения. Вот теперь представьте, рыба движется со скоростью просто неимоверной, она может развивать скорость порядка 100 км в час, и эта рыба ещё и вооружена таким вот впереди рострумом. Вообще, конечно, страшная вещь. И поэтому неудивительно, что удар при соприкосновении с каким-то предметом очень сильный. Когда рыба врезается в какой-нибудь предмет, неважно, это может быть, например, борт какого-то судна, или это может быть добыча, удар просто страшный. Возникает вопрос, а вообще, как рыба при этом сама выживает? Ну, если бы у неё был мозг, говорят, было бы сотрясение. Но мозг у рыбы маленький, и, в общем, по этому поводу можно не волноваться. Но всё-таки согласитесь, что удар мощнейший, и чтобы предохранить тело рыбы от разрушения после такого сильного удара, рострум устроен очень интересно. Внутри этого рострума есть полости, которые заполнены жиром, и при ударе, соответственно, происходит сжатие, и вот эти вот полости, заполненные жиром, они служат как амортизаторы, помогая погасить силу удара. Второй факт. Рыба-меч – это рыба-космополит. Она встречается практически во всех водах, во всех океанах, она встречается во всех широтах, начиная от тропических и до умеренных, и она встречается в водах различной температуры, начиная от 5 и до 27 градусов. При этом это рыба, которая мигрирует и преодолевает во время миграции очень большие расстояния. Учёные ставили специально датчики на рыбу, отслеживали её передвижение, и, соответственно, выяснили, что эти рыбы во время миграции преодолевают расстояние порядка 3000 километров. Зачем рыбы мигрируют? Ну, например, в тёплое время года, летом, они мигрируют в более умеренные широты, потому что холодная вода, она более насыщена кислородом, и, соответственно, там эти воды более продуктивные. И для рыбы мяча это такие места нагула, где эта рыба может вдоволь охотиться и питаться. Ну, а в зимнее время они, наоборот, когда вода становится совсем уж такая прохладная, они мигрируют южнее, и именно в южных частях часто живёт молоть этих рыб, которые предпочитают температуру воды не ниже 24 градусов Цельсия. Третий факт. Как я уже сказала, это одна из самых быстрых рыб. Она достигает очень больших скоростей. По некоторым подсчётам, эта скорость даже может превышать 100 километров в час. С учётом ещё того, что у неё довольно маленькие грудные плавники, и на такой высокой скорости рыба просто не может их использовать в качестве тормоза. То есть рыбе, можно сказать, совсем нечем тормозить. Вот. Поэтому, наверное, неудивительно, что рыба такая нередко врезается во всякие разные объекты. Она может врезаться в деревянные суда, протыкая их насквозь. И, по всей видимости, немало моряков погибло в результате случайного, может быть, нападения рыбы на лодку. А всё дело в том, что, может быть, рыба просто не могла свернуть в последний момент, когда уже даже было понятно, что перед ней лодка, но повернуть уже не было возможности. Известно также нападение этих рыб на, например, подводные лодки. В 1967 году следовательская подводная лодка, называется она «Алвин», погрузилась на дно океана для того, чтобы провести различные исследования, в том числе геологические. И тут вдруг 13-тонная подводная лодка просто сотряслась от страшнейшего удара. Ну, вроде бы исследователи решили, что они продолжат заниматься своими исследованиями, но тут выяснилось, что нарушена герметизация обшивки лодки, и подводной лодке всё-таки пришлось сплыть на поверхность. И оказалось, что обшивку лодки просто проткнула рыба-меч, воткнувшись в неё своим рострумом и застряв в нём. Причём рыба была, скажем, не самая крупная, она весила порядка 100 килограмм, то есть можно сказать, что подводной лодке ещё повезло. Но эта рыба была радостно съедена экипажем на обед, а вот лодке потребовался, безусловно, ремонт. То есть вот такие вот вещи тоже случаются. Есть ещё, кстати, предположение, что вполне вероятно, что если вы посмотрите, где-нибудь корабль стоит, да, и рядом с кораблём, как правило, много различной рыбы крутится, и, может быть, рыба-меч и не собирается нападать на корабль, а просто охотится на рыбу, которая находится неподалёку, и это происходит случайно. Опасно ли рыба-меч для людей вот так вот напрямую, да, мы говорим о нападении на разные суда, которые, вероятно, происходят ошибочно. Но известны случаи, когда гибнет человек. Известен случай, например, когда один из моряков загарпонил рыбу-меч, он вытащил её на корабль, но тут рыба-меч, сопротивляясь и размахивая своим острым рострубом, просто проткнула ему грудную клетку, и человек погиб. То есть с такими, конечно, крупными, очень сильными животными нужно быть очень внимательным. Четвёртый факт. Мы уже говорили, что у этой рыбы очень хорошие гидродинамические свойства, которые позволяют ей развивать большую скорость в воде. И у неё есть ещё одна интересная такая особенность, которая позволяет снизить трение воды. На голове этой рыбы расположена специальная железа. Эта железа вырабатывает маслянистый секрет, который по системе капилляров распределяется по поверхности кожи головы. И, соответственно, кожа, смазанная этим маслянистым секретом, ещё лучше скользит в воде, и таким образом ещё меньше становится трение воду, что помогает рыбе двигаться быстрее. Пятый факт. Мы с вами привыкли думать, что рыбы – это холоднокровные существа, которые имеют такую же температуру тела, как температура окружающей среды. Но это не всегда так. И известно, например, что у рыбы-меча есть особый орган, который позволяет ей поддерживать температуру мозга и глаз на 10-15 градусов выше, чем температура окружающей среды. Так вот, по какой причине вода нагревалась. Вы впрямь волшебные. Да нет, мы обычные рыбы-мечи. Мы просто умеем поднимать температуру глаз. На самом деле подобные механизмы поддержания более высокой температуры существуют и у других таких очень быстрых, сильных рыб. Например, у некоторых тунцов, у марлинов, а также у некоторых акул. Что же позволяет именно рыбе-меч поддерживать более высокую температуру глаз и мозга? Наружная глазная мышца у этих рыб трансформировалась в особый такой орган, который производит очень много тепла. Во-первых, надо сказать, что в мышечных тканях содержится огромное количество митохондрий. А митохондрия – это что? Это такие энергетические станции клетки. В этих клетках специального органа содержится от 55 до 77% митохондрий. И это самое высокое содержание митохондрий из всех тканей, которые вообще известны у животных ученым. То есть они производят очень много энергии. И кроме того, в этих мышцах содержится еще очень большое количество миоглобина. Миоглобин – это белок, который содержится в мышцах, и которая такая кислородная станция. Там животное может запасать кислород. И вот благодаря высокому содержанию и митохондрии миоглобина эта мышца, она работает особым образом, производит очень много энергии, производит очень много тепла за счет проделываемой мышечной работы. И, соответственно, чтобы это тепло максимально хорошо распределялось между глазами и мозгом, есть еще одна интересная особенность. Это уже шестой факт, о котором мы с вами говорим. И это так называемая чудесная сеть. Что такое чудесная сеть? Это особое сплетение кровеносных сосудов. Но представьте себе, если какой-то сосуд ветвится не последовательно, допустим, на два сосуда, потом еще каждый из них ветвится на два, как примерно ветки дерева. А он сразу дает такой большой пучок, который впоследствии может соединяться опять в один сосуд. Как работает эта чудесная сеть? И, собственно говоря, вот у нас подобная, кстати, структура есть в почках. Эта чудесная сеть работает по принципу теплообменника. Там кровь от жабр, холодная кровь, движется по артериям, и навстречу ей движется по венам уже нагретая кровь от органов. И, соответственно, происходит теплообмен, и кровь холодная, движущаяся от жабр, нагревается, и она не остужает те самые органы, которые необходимо поддерживать в более высокой температуре. И, соответственно, вот эта чудесная сеть позволяет более эффективно использовать органы, нагревающие мозг и глаза. Мы с вами добрались примерно до середины, даже немножко больше. И я надеюсь, что вы не забыли подписаться на наш канал и поставить нам лайки, и что вы наверняка уже посмотрели другие видео о необычных рыбах, в котором мы рассказываем их удивительные совершенно особенности, которые, может быть, вас потрясут, так же, как они потрясают меня. Седьмой необычный факт об этих рыбах. Самки этих рыб растут значительно быстрее, чем самцы. То есть до какого-то времени они растут примерно одинаково, но когда они достигают в длину примерно метр, рост самцов значительно замедляется, а самки продолжают расти достаточно быстро. И в целом самки достигают гораздо больших размеров, чем самцы. Почему это так важно? А важно это потому, что чем самка крупнее, тем, соответственно, она способна дать больше икры. То есть у неё возрастает плодовитость, и это очень важно. И тут мы добрались до восьмого факта. Печь рыбы очень плодовиты. Представьте себе, что самка вымётывает примерно от 2 до 5 миллионов икринок за один раз. Согласитесь, что количество довольно солидное. Икринки совсем маленькие. Они размером где-то 1,6-1,8 миллиметров. Из них вылупляются небольшие мальки. Но, тем не менее, вот такая высокая плодовитость, конечно, это не максимум среди рыб, но всё-таки впечатляет. Кстати, мы рассказывали о рыбе луне, которая является самой плодовитой. Она вымётывает за один раз до 300 миллионов икринок. Здесь, конечно, рыба-меч не может с ней тягаться, но, тем не менее, всё-таки это достаточно такая солидная цифра. Личинки, вылупляясь из икринки, имеют размер всего-навсего 4 миллиметра. А мы с вами помним, что взрослая рыба может достигать в длину 4,5 метров. Представляете, как она растёт? Ну и девятый факт об этих удивительных созданиях касается как раз того, как происходит дальнейшее развитие молодых рыб-мечей. И оно тоже очень интересно, потому что в течение своего роста молодь проходит целый ряд сложных метаморфоз. И в процессе роста рыба очень сильно меняется. Она не только увеличивается в размерах, значительно увеличивается в размерах её ростом. Но при этом, если у молоди есть зубы на ростоме, то взрослая рыба лишена зубов. Кроме того, если у молоди есть такая вот колючая чешуя, покрывает поверхность кожи, то взрослые рыбы лишены чешуи, и у них отсутствует боковая линия. То есть вот такие вот метаморфозы происходят с животным в процессе роста. С одной стороны растёт, с другой стороны теряет целый ряд органов, которые вроде бы и очень даже нужны. Ну и десятый факт. Если вы посмотрите информацию про рыбу-мечей, то прежде всего вам попадётся в интернете информация о вкусовых качествах этой рыбы, потому что действительно это ценная промысловая рыба. Я сама не пробовала. Может быть, кто-то из вас пробовал. Вы тогда в комментариях обязательно поделитесь, как вам эта рыба на вкус. Но считается, что действительно у неё очень вкусное мясо. И поэтому эту рыбу добывают в 30 странах мира. Это, например, США, Италия, Филиппины, Китай и так далее. То есть это рыба, которую активно ловят. Кроме того, эта рыба ещё, и поскольку она такая очень сложная добыча, то неудивительно, что есть любители спортивной рыбалки, которые специально отправляются, как правило, в тропические куда-то воды для того, чтобы эту рыбу поймать. Хотя, как мы уже говорили, иногда это бывает довольно опасно. Ну что ж, друзья, пожалуй, на сегодня всё. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой из фактов вас больше всего удивил. И пишите свои вопросы. Мы продолжаем на них отвечать. Приходите к нам в музей. И всего вам самого лучшего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok